ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! О, привет! Блин, так давно не виделись с тобой, да и не общались. Как ты? Знаешь, за это время столько всего произошло. Давай на выходных пересечёмся, и я тебе всё расскажу. Ну, тут такое дело, наверное, уже и не получится. Я же в Аудиосток на учёбу улетаю. В смысле? Как так? Я думала, ты останешься в Хабаровске. В Хабаровске? Да куда тут поступать? Стогу, что ли? Я же не для галочки учиться хочу. Редакционная группа Аврора Медиа приняла решение сделать это расследование, исходя из изучения результатов переписи населения 2021 года. Мы увидели миграционное падение, то есть тренд к оттоку населения в возрасте от 17 до 25 лет. Соответственно, задали себе вопрос, что это за жизненный цикл? Это цикл обучения в высших учебных заведениях. И после этого обратились к системе образования. А в рамках системы образования ключевым вузом для Хабаровского края является Техьянский государственный университет. Поэтому мы обратили взоры на него. История университета началась в 1958 году при создании Хабаровского автодорожного института, который в 1962 году был и организован в Хабаровский политехнический институт, а в 1992 году в Хабаровский государственный технический университет. В 2005 году он был преобразован в Тихоокеанский государственный университет, а через 10 лет Тогу объединили с Дальневосточным государственным гуманитарным университетом, что позволило Тогу захватить еще больше специальностей и получить еще больше возможностей. Тогу поражает не только своими масштабами, но и обширным разнообразием факультетов, педагогическим составом и активной жизненной позицией самих студентов. К этому расследованию редакция подошла откровенно и с открытыми ладонями. В адрес ректора университета был направлен запрос для производства интервью и осуществления съемки инфраструктуры вуза. В итоге интервью с ректором не состоялось, а то, что показали редакции, мы назвали искаженной реальностью. Светлые и просторные залы, современное и технологичное оборудование, творческий подход к изучению дисциплины – это то, что руководство Тогу хотело показать аудитории. И искаженная реальность проявила себя достаточно быстро, когда наша редакция без сопровождения прошлась по Тогу. Обшарпанные стены, обвешалые стенды, которые не обновляются со времен постройки Тогу, осыпающаяся плитка, скрипучие двери, старая аудитория, разбитые полы и лестницы, по которым иногда даже просто опасно ходить. Безобразные абсолютно. Если вы поднимаетесь выше третьего этажа, даже на третьем уже можно очевидно понять, что вот то, что было в 90-х годах, в общем и целом, как было, так и осталось. А в дальнейшем пришло новое ощущение. Оно было связано с тем, что как будто бы время в Тогу остановилось. Надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки. Таких еще достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. И там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении. Несменяемым уже около 20 лет ректором Тихоокеанского государственного университета является Сергей Николаевич Иванченко. На этот пост он переизбрался четыре раза подряд. В 1981 году он окончил механический факультет Хабаровского политехнического института, нынешнего ТОГУ, по специальности строительные и дорожные машины. С 1986 по 1993 год преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры строительные и дорожные машины. С 1998 года проректор по учебной работе и с 2002 года бессменный ректор ТОГУ. С 2005 по 2019 год Сергей Иванченко являлся депутатом законодательной думы Хабаровского края, 4, 5 и 6 созыва. С 2011 года является председателем совета ректоров Дальневосточного федерального округа. В 2010 году указом президента был награжден медалью ордена заслуги перед Отечеством второй степени. Сергей Николаевич управлял вузом на протяжении почти 20 лет. Также он был депутатом краевой думы на протяжении трех созывов. И я помню, и мы нашли это в архивах, когда он обещал реконструировать улицу Тихоокеанскую. Я бы так остановился на двух проектах. Это реконструкция улицы Тихоокеанской, которой наконец-то в этом году мы, наверное, приступим. И когда наши журналисты приехали для съемок в ТОГУ, они увидели Тихоокеанскую такую же, как и раньше, без бордюров и разделительных полос. Для объективности Сергей Николаевич сделал много для ТОГУ. Он сохранил вуз в тяжелый период, влил педагогический университет. Но чем больше мы вникали в детали, тем больше мы видели, что ТОГУ действительно это искаженная реальность и место, где время остановилось. Но не были выполнены другие, более важные позиции. ТОГУ не стал федеральным, национальным и региональным вузом. Когда я сам ходил по ТОГУ, у меня рождалось ощущение, что я нахожусь в музее образования. Это связано со зданиями. Кстати, вот это крыло был интересный момент, что это было, по словам Сергея Николаевича, это был первый ремонт с момента стройки. То есть у меня 60 лет, он никогда не конструировал здание, по факту. То есть это вот вся инфраструктура, все, что связано с помещениями, оно вот как нам осталось, так оно и осталось, оно так и стоит. У ТОГУ есть одна хорошая сторона, она не зависит от архитектуры власти, которая там есть. Это творческий досуг студентов, которые они организуются вместо там с преподавателями, аспирантами и так далее. То есть это КВН, там разные творческие кружки. Но это действительно сильно, это там живет, и я знаю это от ребят. Но у меня сложилось мое внутреннее, если говорить о чувственном поле, да, у меня сложилось впечатление, что это, ну это СССР. То есть я попал в свое прошлое. Это архитектура, которая не гибкая, которая не вариативная, которая, ее задача удержать, задача не развиваться, не созидать, не меняться. Я говорю, что, ну у меня ощущение каждый раз, когда я прихожу в институт, что я прихожу к зоне. Нет развития, нет внимания со стороны руководства. Есть самоустранение от этих проблем. Самоустранение, то есть просто ее нет, ее как бы и нет. Разговоров много, движения много. А цели, цели, к сожалению, не достигаются. Они наоборот только разрушаются. То есть вот то, что есть, то, что было. Строились планы, строились бумаги, делалось предложение. Все эти предложения были в какой-то степени растворены. Это на самом деле обычная ситуация в нашем институте было. Все есть. Есть хорошая инфраструктура. В принципе, она действительно мощная достаточно. Есть большой потенциал людей, научных сотрудников, преподавательского состава. Крупнейший ВУЗ, самый большой поток студентов в нашем регионе. Но зачем что-то менять? Все хорошо у человека. То есть главная стабильность, а вокруг тебя постоянно меняющийся мир. Для меня это национальная трагедия. То, что он делает, он создает неправильные динамики. Ну, я буду об этом говорить. Я об этом говорю. Спикеры, с которыми мы работали в рамках расследования, и те, которые дали информацию, но не разрешили публичить свои имена, сошлись в одном мнении. Причина застоя ТОГУ в его руководительстве. Начинаем за здравий и заканчиваем за упокойный. Потому что нету стратегии ВУЗа. Проблема в том, что, я не знаю, ну как-то не могу давать оценки, да, но все-таки мое мнение, что если человек больше 20 лет и по 100, то уж в какой-то момент начинает разрушать. Оценим деятельность Сергея Николаевича в экспресс-анализе в рамках данного расследования. Первый критерий оценки – цифровой. 2014 год – 15 тысяч студентов. 2021 год – 10 тысяч студентов. 30-процентное падение количества обучающихся. Институт по-хорошему обезлюдил. Здесь есть и понятие демографическое, конечно же. Но даже в хорошие годы, там, в 15-м году, университет был немноголюден по сравнению с 90-х. То есть университет 90-х выглядел, на мой взгляд, лучше. За ближайшие полгода у нас уехало 9 тысяч человек с Хабаровского края. То есть у нас отток увеличился в 2,5 раза. Следующий критерий – это образовательная программа, которая не соответствует новым реалиям и не востребована в реальном секторе экономики. Университет, на мой скромный взгляд, качество образования в нем падает. В некоторых случаях вообще профанируется. Кадры хорошие ученые и преподавательские оттуда уезжают. Трагедия для меня – это отсутствие понимания образовательной системы, что она неэффективна. Я сталкиваюсь с работой вузами, у них нет потребности на изменения. Что ж, у общества есть потребность понимания, что архитектура, образование неправильное. А у самой тех, кто управляет и сейчас и преподает, у них нет понимания, что, ребят, мы делаем что-то не то, нам нужно меняться. У них нет обеспокоенности, у них нет желания, нет вектора. То есть они в засыпшем состоянии. А это относится к ТОГУ? Конечно! С ТОГУ ты сможешь больше! С ТОГУ ты сможешь больше! Наши выпускники после окончания даже от бакалавриата могут найти себя везде. И несмотря на такие заявления Сергея Николаевича, от многих мы услышали, что работодатели не хотят работать с выпускниками ТОГУ. Ну вообще от старших людей, которые на работу принимают, про ТОГУ слышала, что часто их не берут, именно математиков. Про гуманитарные специальности там не знаю, но именно технические там меньше котируются, чем те же ТОГУ. Капсовские. Вот. Ну как-то так. В основном негативное слышала. Мне все сказали одну такую очень простую вещь, что если ты хочешь быть востребованным специалистом, иди куда угодно, только не в ТОГУ. 2007 год. И это прям вот сживалось не только мне, ну мы же общались там с ребятами, когда поступали, что только не в ТОГУ, только что в ТОГУ идут так уже, кому не повезло. Еще одним откровением для редакционной группы стал факт массового увольнения преподавателей и аппарата ТОГУ в 2021 году. У нас в университете, ну на самом деле не сильно афишируя, произошла реструктуризация. В рамках этой реструктуризации, а по сути это была замена одних вывесок на другие, были выведены, ну скажем так, было сокращено практически, да, выброшено на улицу, давайте называть. 200 человек. Инженеров сократили, то есть мы сокращаем людей, выбрасываем их на улицу, стихаря на самом деле. Здесь человек, который, к сожалению, не консолидировал, ни научные кадры, скорее их только растерял. Критику, даже малейший намек, который Сергей Иванович не любит, и он человек достаточно, на мой скромный взгляд, достаточно злопамятный. Там много людей уходят оттуда, или их выжимают, или они уходят, потому что знают, что они сейчас будут выкинуты оттуда. Люди уходят, и самое обидное, что уходят, это хорошие люди, которые и квалифицированы, и мотивированы на развитие. Следующий критерий оценки деятельности Сергея Николаевича – это пылящиеся технологии. Когда нам показывали инфраструктуру ТОГУ, представили для обозрения крупный дорогостоящий микроскоп. При этом нам сообщили, что этим оборудованием пользуется всего один сотрудник. Студенты к нему не допущены. Внимание! Стоимость этого микроскопа – 50 миллионов рублей. Студентов сразу не допускаем, потому что прибор купался в 2012 году, и стоил тогда 52 миллиона рублей. Студенты, я сам такой люди, своим присутствием нарезки прибор ломать. Просто стоять, ничего не делаем, и при оборудовании перестает работать. Еще одним показательным эпизодом пылящихся технологий является Центр безопасности дорожного движения. И в итоге Центр как таковой построен, но, к сожалению, реализовывать те задачи, под которые он был построен, он, в принципе, сейчас практически не может. У нас прекрасный тренажер стоит, там подвижная кабина. Таких тренажеров, опять же, по Дальнему Востоку нет. Ну почему пустой такой огромный, пустой, построенный за государственные деньги, да, Центр находится вот абсолютно невостребован. При том, что у нас действительно есть проблемы с организацией перевозок по безопасности все-таки. Очень много аварий. Достаточно сказать, что в Центре сейчас нет даже штатных преподавателей. Ни преподавателей, ни методистов. Ничего этого не было. Деньги на это не выделяют. На, кстати, долгах эта школа. Судя по всему, в такой же парадигме существует и бизнес-инкубатор ТОГУ. Человек не говорит о перегрузогрузке, об изменении образования. Не говорится об интеграционных вещах. Мы опять говорим о коробке. Человек говорит о коробке. Ну, стоит бизнес-инкубатор ТОГУ. Ну, а он живет, он действительно выполняет свою функцию инкубирования бизнеса. Он стоит закрытый. Иногда проходят какие-то мероприятия. Ну, вот, наверное, может быть, кампус превратится в то же самое. Следующий критерий оценки деятельности Сергея Николаевича – это финансовое администрирование. Да, безусловно, экономика – это сложная история. Да, безусловно, сложно привлекать деньги для функционирования вуза. Но инструменты для этого есть. Статус федерального, национального и регионального вуза позволяли получать средства для инфраструктуры и жизнедеятельности ТОГУ. И, к сожалению, этими финансовыми инструментами, как возможностью, ТОГУ не воспользовался. Я могу сказать, что руководителя судят по результатам его деятельности, а не по личности. То есть мы можем много отслеживать личность, но я считаю, что все-таки результат. Нужно смотреть на показатели, нужно смотреть на эффективность. Я только как общество могу сказать, что продукт, как ТОГУ, нет бренда в обществе, запозиционированного. И понятно, что это университет, стремящийся вперед. У него есть там через 3-5 лет будет там хороший ректор развития и так далее. Потому что вот этого сейчас нет. В отличие от многих, знаю, которых я знаю, ректоров, он не администратор. Он очень слабый управленец. На мой скромный взгляд, он просто функционер. Функция, которую он выполняет, он ее как бы представляет в университет, является лицом, который вручает дипломы, занимается представительской деятельностью. Ну, в этом качестве, мне кажется, он более-менее состоялся. Во всем остальном я не вижу никакого потенциала для развития. И, к сожалению, говорю вам как есть. Очевидно, но это, извините, в какой степени, наверное, импотенция, то есть неспособность чего-то сделать. Не опорный вуз никак. Говорю, вот вы про дорогу говорите. Ну, стыдно опорный вуз, если вы к лабораторному корпусу поедете, там большая огромная яма, которую никак не могут заасфальтировать дорогу и найти возможность ее засыпать. Ну, вот просто смешно, но мне вот стыдно перед иностранными студентами, которые к нам приезжают. Ярким примером плохого финансового администрирования является программа 2030. Для объективности, кто бы получил базовую часть этой программы, 100 миллионов рублей. Но дополнительные финансы в размере миллиард, 600 миллионов, 300 миллионов получить ТОГУ не смог. В отличие от того же ДВФУ, Сергей Николаевич не смог обосновать получение дополнительного пакета финансирования. А также созданы условия для всестороннего развития. Еще одним критерием оценки деятельности Сергея Николаевича является упущенная возможность. Так же, как не заработал Космоцентр, так же не произошла интеграция ТОГУ с бизнесом. У нас было несколько совместных мероприятий, тренингов, которые были направлены на создание совместной команды, вуз и бизнес. Для меня это был такой производственный ад. Со мной взаимодействовал сын Сергея Николаевича, тоже сотрудник вуза. И, то есть, ну, я прям, ну, не знаю, я столкнулся с многими проблемами. То, может, я, конечно, надумал их, но было ощущение такое, что меня просто не хотят туда пускать. Что идите, ребята, со своим тренингом куда подальше. Ну, главное, не сюда. Но нас пустили, мы его провели. И это стало замечательной такой точкой на уровне действий, когда мне туда возвращаться больше не захотелось вообще. Потому что, ну, я понял, что это никому не надо. Мы заходим, у них запускается проект управления изменениями, как я понял, в Тогу. Проректор возглавляет. Мы зашли, сидит команда. Команда рассказывает о том, как она будет менять вуз. Ну, я задал, как мне казалось, простой прагматичный вопрос. А где план изменений, где роли, где задачи, ну, как мы работаем? На что ответа я не получил. Тогда я сказал, а что мы собираемся тогда? Смысл? Ну, какой смысл, полтора часа сидим, а какой, ну, ради чего мы здесь сидим? Если мы не видим общей цели, мы не видим общего результата, и мы не понимаем своей роли в этом. То есть, какие нам нужны компетенции, какие нам нужны ресурсы для этого. То есть, что это невзвешено. И я прямо сказал, что это неправильно, это нерабочий инструмент. Не знаю, может быть, в Тогу не принято это говорить. Прямо. Не могу сказать. Но как-то вот с тех пор вы меня не излюбили, и сейчас я нахожусь в таком, в моем внутреннем ощущении, что у меня ворота в Тогу закрыты. Меня не пригласят, меня там не включат в работу. Хотя мы как бизнес готовы включаться. И у нас есть проекты, где мы работаем с Нархозом, с Ранхиксом. То есть, реальные проекты, из которых мы с предварительским составом, с бизнесом, где-то со студентами, у нас есть конкретные кейсы. С Тогу у нас не получается. Я знаю 10-15 историй того, как что-то в Тогу не просто не начало свое развитие, а, к сожалению, закончило свое развитие и ликвидировалось. Очень много хороших, интересных проектов, которые были в университете и развивались успешно, к сожалению, были загублены. Ну, лаборатория, допустим, промышленной безопасности, там были сильные достаточно позиции. Те же программы дополнительного образования, которые у нас были в факультете дополнительного образования, на мой скромный взгляд, сейчас очень много направлений подготовки там не ведется. Так, в том объеме, в котором это все было. Основная проблема заключается в том, что руководство не хочет заниматься этим развитием. Почему-то не заинтересован. И последний критерий – это критерий силы притяжения, силы бренда, силы инфраструктуры. То, что должно заставить абитуриента выбрать Хабаровск, а не Владивосток, для обучения, а, возможно, потом и жизни здесь. И в ходе нашего расследования мы не смогли не уделить внимания мнению жителей региона в отношении Тогу. Он начал сбавлять обороты, это я точно знаю. У меня учился знакомый, который учился по такой же специальности, как и я. И наш уровень образования очень сильно отличался. То есть мой уровень образования был намного лучше, чем его. Я сама в Тогу училась, я ничего хорошего о нем сказать не могу и за крупного его не считаю. У нас образование все-таки, ну, оставляет желать лучшего. Ну, у меня несколько друзей там учатся, они говорят, что им, ну, не очень нравится там. Да, я слышала такое, что они не берут на работу чаще, чем с двухгубцах, на работу именно тех, кто в Тогу вышел. Я считаю, что этот институт уже не пользуется таким спросом, как раньше. Наверное, педагогический состав там уже не такой сильный, как раньше был. Чтобы что-то сделать новое, нужно новый человек. Ну, уже просто хватит. Ну, просто хватит. Нужен какой-то новый человек с новой позицией, который начинает заливать и перезаливать полностью вуз, понимает стратегию, ну, и запускает новый процесс. Меняет культуру, меняет традиции, где уже не лидер создает процессы, а команда, где уже происходит интеграция с бизнесом. Ну, если мы говорим о кампусе, потому что, чтобы перейти к кампусу, нам нужно что-то поменять. Потому что мы не сможем на старом построить новое. Итог этого короткого расследования совершенно простой. Если зайти на сайт Тогу, там можно увидеть позиционирование, связанное с тем, что это топовый российский вуз на Дальнем Востоке. Эти топ-рейтинги могут формироваться как угодно, но мы для себя определили, что ключевым критерием оценки вуза является средний проходной балл. Я назову всего две цифры. 248 – это место в рейтинге среднего проходного балла Тогу. И 171 – это место в рейтинге среднего проходного балла ДВФУ. Вот он, показатель актуальности и популярности вуза. И еще один момент. В этом году Тогу не добрал 200 студентов, которые должны были учиться на бюджетной форме обучения, на выделенные государством деньги. Вот он, показатель магнита притяжения вуза для молодого поколения. И в рамках этого короткого расследования мы не хотели вдаваться в детали. Мы хотели понять, насколько силен этот маяк Тогу, как точка притяжения для молодого поколения, для их кораблей, чтобы они заходили в Хабаровскую гавань, учились здесь, оставались здесь и создавались здесь семьи. И, к сожалению, нам стало понятно, что этот маяк слаб, а его управляющий уже не выполняет свою миссию. Простую миссию – формирование курса для молодого поколения и развития региона. И на фоне принимаемого решения о строительстве в Хабаровске межвузовского кампуса мы понимаем, что если системообразующим звеном и точкой сборки для этого учебного заведения будет Сергей Николаевич ректор Тогу, это может быть новое место, где время остановилось. И нам очень не хочется, чтобы это произошло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова